Не должно возникнуть проблем с клещами, по крайней мере в Иркутске. В зеленых зонах города от кровососущих уже начали распылять яд. Обработать нужно 600 гектаров, это на 100 больше, чем годом ранее. Специалисты вышли на те территории, где прошлой весной и летом было зафиксировано много случаев укусов. А именно, парки Парижской коммуны, комсомолец, участки в районе Ершей. По традиции обрабатывают и кладбище, там на Радоницу собираются много людей. Кстати, химическое вещество, которое применяют против кровососущих, безвредно для людей и животных. Тем не менее, после обработки в течение двух дней лучше воздержаться от прогулки по зеленым зонам. Очень важно учитывать метеоусловия и после обработки в течение трех дней не должно быть осадков, которые смогут снизить эффект от воздействия препаратов обрабатываемой территории. На этой неделе у нас достаточно тепло, осадки не ожидаются, поэтому мы думаем, что обработка будет эффективной. И в настоящее время уже обработана часть кладбищ. В Иркутской области за неделю от укусов клещей пострадало 225 человек. Исследовать удалось чуть больше 160 кровососущих. 30 из них заражены баралиозом, еще 10 другими инфекциями. Особо активные паразиты сейчас в черте областного центра на территории Иркутского, Хридбулагатского, Баэндайского, Слюдянского, Шелиховского районов.